Нет, не понять горожанам сельских проблем. Говорите, 4G не ловится? Да быть такого не может. По новостям сообщали, что даже в глухих деревнях с интернетом порядок. Дом культуры закрыли? Тоже похоже на вымысел. Ведь в прошлом году выделяли средства именно на сельские дома культуры. Но выехав даже в ближайшее от Балакова село Ивановку, понимаешь, какая пропасть лежит между городом и селом, и какие разные у жителей проблемы. А так, кладбище как не огорожено. Хотите, мы можем показать, но у нас вообще ничего не огорожено до сих пор. Как тогда это было, так и сейчас есть. Тогда был 13-й год, сейчас уже 17-й год. Все тоже. А где домашние скотины не заезжают? А? Не заходят туда? Коровы. Да и как это? Конечно, и коровы, и телята. Ну а как же? Ну ничего не загорожено, как вы думаете. У нас ничего не сделано до сих пор. Но если к коровам, гуляющим по кладбищу, жители уже привыкли, то с тем, что в Ивановке закончилась культурная жизнь, они смириться не могут. Дом культуры нету у нас. Ни клуба, ни дома культуры у нас этого нет. А зачем нам в селе? Нам сказали, у вас шаговая доступность. То есть город. Да. Вот чтобы наши дети в город мотались. Там клубы есть всякие, всякие развлекаловки, кафешки. И все такое. И есть куда ездить, заниматься. А в селе... А родители не хотят, чтобы дети ездили в город и там развлекались. Правильно? Хотят, чтобы здесь. А потом, представляете, вот все села выступают, молодежь, все выступают. Они как выступают от своего села. Они как бы лицо своего села показывают. А наши дети, получается, они же не занимаются и не выступают. И Ивановку нигде никто не видит и не слышит, конечно. Хор у нас есть. Женщины ходят, поют. Там хор, правда, не очень большой. Они тоже куда-то ездят, выступают. Но им не репетировать негде, не выступить в селе негде. Нам говорили, что у вас будет три в одном. Это садик, школа и дом культуры. А вы представляете, в дошкольном учреждении, чтобы проводились мероприятия от села. Это где такое вообще видно? Мы сначала-то не врубились. Мы не поняли, когда нам обещали. Вот три в одном, ну ладно, ладно. А когда? Уже нам сдали этот объект. И тогда мы только поняли, что нас просто обманули. Нас обманули. Дома культуры нет. А заниматься ни детям негде, ни хору негде, ничего нет. Ни кружков никаких, ничего абсолютно. Вместо сельского клуба теперь часовня. И хотя жители Ивановки жалеют, что у местной администрации не нашлось денег на восстановление этого очага культуры, их радует, что здание не снесли, и в нем по-прежнему будут собираться сельчане. Вот только на пути к этой часовне их поджидает еще одна проблема, очень распространенная в Ивановке, а именно плохие дороги. Ну, дорогу нам сделали в этом году, это улица Ленина, и то нам ее просто щебнем засыпали. Хотя должны были асфальт положить. Никакого асфальта, ничего нет. Обещали, но ничего не сделано до сих пор. Проулок, вот этот проулок, вот здесь покойников у нас возят, он не сделанный до сих пор, нам его обещали. В этом году, кстати, обещали, так и не сделали. И проулок вот Комарова, это самый больной проулок у нас, если честно. Здесь, почему он больной? Потому что у нас здесь стоят водокачки, они качают воду на даче у нас здесь. И, естественно, постоянно у них порывы, все это топится, ничего не заделать. Вот и раскопали, так все и оставили, и он, проулок вообще весь загаженный. В общем, нам что по этому проулку, что по тому проулку, нам даже до магазина невозможно дойти. Ни весной, ни осенью. Сплошная грязь, вот по колено ходим в грязи. И вроде хотят сельчане жить в комфорте, звонят с просьбами в администрацию, но толку практически нет. Звонили в администрацию, нам, знаете, как ответили, а что вы хотите, Иван, так вам и так столько всего сделали. Это они имеют в виду то, что вот было отреставрировано старое здание, вот этот детский садик. Конечно, мы благодарны, это понятно, мы очень благодарны, что садик наконец-то у нас заработало, и детки наши ходят в детский сад. И вот про спорткомплекс, я говорю, он молчит. Там нет, дети наши, я вам точно говорю, вот по остановкам молодежь оттирается. И правда, секций в новом спорткомплексе для всех ивановских детей нет. В нем иногда проводят районные соревнования, да ученики Ивановской школы на физкультуре занимаются. Но в планах директора школы обустроить поле для мини-футбола на свободной территории, той, что осталось от бывшей школьной земли. Пришкольный участок, где ученики выращивали овощи на грядках, был продан под жилую застройку. В 2013-м здесь поставили забор, и местные жители знают, что бывший руководитель образовательного учреждения, в общем-то, и ни при чем. Ну, она как говорит, что это не она продала, это было решение принято не ею, а здесь тогда работала у нас, это, кто у нас тогда был глава? А, это было при Сергеевой, при Сергеевой, да, при Сергеевой, по-моему, Татьяна Николаевна. Это с Чепрасовым, да, это все, Чепрасов, решали тут вопрос этот. Да и этот Тань был еще у нас, помнишь, который все земли-то распродавал, глава администрации. Да сейчас он депутат, вот только встреча недавно с ним была. В Моисееве все было, вот, вот видите, вы знаете. Конечно, Роберт, кто что? Роберта, ну, кто его не знает. Вот, надо же, блин, из головы вылетело. Ну, Роберт. То есть он у вас был глава администрации, и при нем вот этот? При нем, и школа при нем, и земли все при нем. Земля в Ивановке дорогая, ведь село находится очень близко от города, и, наверное, ее выгоднее продать, чем отдать сельчанам. В селе есть, которые коренные, давно живут здесь. Вот у меня муж, например, он здесь и родился, вот на этом месте родился. Когда-то жили его тут родители, вот потом мы дом здесь построили. Он тут всю жизнь живет. У нас двое сыновей. Мы просили, как для молодой семьи, чтобы выделили землю. Была такая программа, она, может, и сейчас существует, я не знаю. Для молодой семьи нам сказали, ищите сами землю. Мы нашли. Нам сказали, тут нельзя, там только коммуникации проходят, только газ, там нельзя. Через какое-то время узнаем, что там уже стройка. Ну, вам-то за так, а кому-то за деньги, видимо. Дома стоят на этих местах. Рахматулина Людмила, они тоже для сына, для своего просили. Нашли участок, им не разрешили, нельзя. Он чей-то, да вы знаете, эту землю, ее надо как-то там переводить куда-то во что-то. В общем, тысяча проблем. Сейчас там дом стоит. А вот на земле, которую выделили многодетным четыре года назад, до сих пор никто ничего не строит. Знаете, почему не строят? Я вам сейчас скажу. Водоканал, вода у нас проходит по этой стороне. Вот вода. Вот видите баллоны? Это все колодцы. Вот так через всю улицу тянется вода. Вода, коммуникация. И представьте, если здесь люди будут строить, что будет? А здесь же коммуникации. Водоканал были, в юриде ездили, узнавали, сказали. Прокладывайте там себе воду водоканал. Ну, это надо опять за счет людей. А здесь люди будут строиться. Ну вот, сейчас собирают подпись о том, чтобы вообще здесь запретили стройку. Какая тут может быть стройка, тут вода у людей. Был бы глава муниципального образования поближе, может, и решил бы проблемы сельчан. Но после укропнения МО и главы-то в Ивановке нет. А в Быков-Отрог, к которому присоединили село, с каждым вопросом не наездишься. Здание администрации продано, да, здание. Сказали, что продано, что якобы выкупил частное лицо какое-то. Здания администрации у нас нет. Но не может быть, чтобы все было так печально. И правда, мы нашли позитив. Нас по-доброму удивили комфортный детский сад и начальная школа. Реконструкция, она несет свои, конечно. Плюсы позитива, что все-таки малыши. Я знаю своего опыта. Я сама, многоодетная мама. Вот говорят, лучше иметь детский садик под рукой, а работу где-то далеко. Но не детский садик, куда-то ехать, вставать, вести детей. Поэтому это большой плюс прорыв для нашего села, что у нас три группы очень наполняемые. У нас большой, сейчас хочу сказать, даже перечень на будущее. Современная школа, уютный детсад, современный спорткомплекс. Наверное, это и правильно, что цивилизация в село начала приходить с детских объектов. Ведь дети – наше будущее.